Всем здравствуйте! Рады вас приветствовать на нашей плантации. Фирма наша называется Адам Чай. Чаем мы занимаемся на протяжении уже 8 лет. Все, что вокруг вы наблюдаете, в 90-х было заброшено. Если дальше посмотрите, вы увидите папоротник, лес. Вот в таком виде была вся плантация. Мы дали в аренду часть охоза и начали восстанавливать чайное производство. На сегодняшний день у нас расчищены 8 гектар чая. Из общей площади 15 гектар. То есть плантация очень большая, она доходит почти до подножья горы. И там, где вы сейчас наблюдаете папоротник, под ним тоже есть чай. Просто пока что до него не добрались, но в скором времени уже доберемся. Так, давайте переходить к самой дегустации. У меня к вам будет просьба. Стаканы убирайте подальше от ног, держите за верхушку, не за дно. Чай горячий. И когда раскладывают варенье, ложки держите над стаканами, чтобы вас не испачкали. Кстати, долго ложку с вареньем не держите. Очень быстро пчелки на сладкое слетают. Поэтому старайтесь побыстрее съедать. И следите за ложкой, чтобы вместе с пчелой не съели. Все, что будем пробовать, вот на этом стенде изображено. Слева чай, справа варенье. Все по очереди пробуем. Сейчас у нас с вами первая пара. Итак, первый чай. Пробуем с вами черный. Но попробуем не в классическом виде. С добавлением бергамота, шиповника, рябины и василька. Все добавки в чай натуральные. И этот сбор очень хорошо помогает при головной боли, хорошо тонизирует. Черному чаю, соответственно, черное варенье из молодого грецкого ореха. Оно такое темное, из-за огромного количества йода. Вообще, сам процесс приготовления этого варенья очень сложный, трудоемкий. Практически месяц оно делалось. И в одной чайной ложке этого варенья суточная норма йода для взрослого человека. Чтобы могли представить количество йода в сыром грецком орехе. Пока пробуем первый чай. Немного еще о плантации. Самой плантации насчитывается около 70 лет. В принципе, по меркам плантации она еще молодая. Чай мы никак не поливаем, никак его не удобряем. После сборки подстригаем на такую высоту, чтобы в дальнейшем было удобно собирать. Чай растет у нас именно на уровне. Если его не подстригать, он вырастает до 10 метров в высоту. Корни чайного дерева уходят на 3-4 метра в глубину. Можете представить, какой массивный корень такого небольшого дерева. И принято считать именно чайное дерево, а не чайный куст, как многие могут предположить. Потихонечку первый чай. Можно и так сказать. А как вы собираете его? Сейчас я расскажу. Добиваем потихонечку первый чай, переходим ко второму. Вторым у нас будет зеленый чай. Будет он также не в классическом виде, а с добавлением клубники, сафлора и каленгу. Сафлор, тот же самый дикий шафран, оранжевый цветок, очень полезный. Хорошо выводит токсины, шлаки из организма. И в зеленом чаю, соответственно, зеленое варенье из пихты, мяты, сока, лайма и лимона. Цвет варенья натуральный. Это мята дает такой цвет. И огромное количество витамина С в нем. Содержится очень полезное для иммунитета. Продолжим тему про плантацию. Собираем чай. С апреля месяца, все лето, каждые 2-3 недели. Собираем как вручную, так и механизированным способом. Верхние 2-3 листочка, так называемую флэш. И уже из этой флэши мы получаем и черный, и зеленый чай. Все виды чая, что у нас здесь представлены, черный, зеленый, белый, желтый, все это один и тот же чайный лист, просто в дальнейшем разный способ приготовления, разная степень ферментации, то есть степень окисления чайного листа. В продаже есть в классическом виде черный и зеленый чай, без добавок есть ручные сборки, это высший сорт чая, майский сборк этого года. Есть механизированные сборки крупно-листовые, также в продаже у нас присутствует желтый чай. Процесс приготовления нашего желтого чая очень схож с зеленым, только первоначальная термическая обработка не такая резкая, поэтому чай успевает пройти 50% ферментации, то есть он становится полуферментированным, грубо говоря, средним между черным и зеленым чаем. Так, давайте переходить к третьему чаю. Третьим у нас будет горно-травяной сбор, перемешку с черным чаем. Этот сбор очень полезен для иммунитета, для пищеварительной системы, и есть у него очень важное свойство, он очень хорошо успокаивает нервную систему, поэтому особо нервным людям советую пить такой чай, ходить, улыбаться, заводить. Главное улыбаться, хорошее настроение, чтобы это все произойдет. Варенье у нас к нему будет из молодых с основных шишек. Шишку разжевываем подольше, до смоленистого привкуса. От этой маленькой горчинки идет вся польза вашему организму. Полезны они при ангине, при кашле, хорошо выводят мокроту из лепки. К тому же, очень полезное варенье для курильщиков, если другие есть такие, очень хорошо очищают лепки. Какой такой чай? Шишки сосновые, варенье. Обалденные, кстати, шишки. Спасибо. Уже пробовали, прям на фарконе, на фарконе, на фарконе, на фарконе, спасибо. Также в продаже у нас присутствует белый чай. Уникальностью белого чая является то, что он не проходит никакой термической, механической обработки. Срывается еще не раскрывшийся лепесток почкой и просто высушивается в течение трех дней. Поэтому вся польза, все витамины в нем сохраняются. За это его очень высоко ценят. И собирается он только раз в год, в конце апреля месяца. А черный есть такой чай? Конечно, да. Это ручная сборка, высший сон. Чтобы это не обработали. Да. Четвертый чай у нас будет тоже травяной сбор, только состав интереснее. Присутствует такая трава, как лимонграсс. Вот, слышали о ней? Лимонная трава еще. Также присутствует корица, имбирь, сафлор, воздика и зеленый чай. Этот сбор очень полезен при простуде, при гриппе. Имеет очень хороший согревающий эффект. Очень хорошо тонизирует и ускоряет обмен веществ. К нему у нас варенье из дикого кизила. Кизил очень полезен для пищеварительной системы. В частности, для кишечника. И это одна из немногих ягод, чью косточку можно глотать даже желательно. Она очень легко переваривается и способствует улучшению пищеварения. Поэтому смело ее проглатываем. Раскусывать косточку не пытайтесь. Очень крепкая. Просто как таблетку можете ее проглотить. Но, если не лезет, насильно не давитесь. Можете на землю все выбрасывать. Совсем недавно по японской технологии мы начали делать чай матча. Свежий лист немного подсушиваем. Перетираем его в пудру. Чтобы правильно его заваривать, завариваем не кипятком. Горячей водой 85 градусов. Одна чайная ложка на 100 грамм воды нужно будет очень хорошо взбить до появления пенки. Очень насыщенный, яркий чай получается. Он очень хорошо тонизирует и сжигает калорий. Кстати, при желании его можно приобрести уже в заваренном виде. В сладком доме его заваривают в чистом виде, с молоком и ладом. Также по китайской технологии мы начали делать чай наподобие пуэра. Так его и назвали пуэра. Это постферментированный чай. Процесс ферментации нашего черного пуэра на протяжении 45 дней. Он очень терпко заваривается. Многократно перезаваривается. Очень хорошо бодрит. И что самое главное, снимается. Ну и после варения с дикого кизила мы будем переходить уже к пятному по счету завершающему чаю. Это будет чай из суданской розы. Того же самого гибискуса. Чай каркаде. Попробуем также не в классическом виде, а с добавлением фруктов. Это, кстати, единственный чай, в который мы при заваривании добавляем немного сахара, чтобы взбивать кислинку. Поэтому не удивляйтесь слабостям. Каркаде славится своим действием на давление. Так как в горячем виде он его повышает, в холодном наоборот понижает. Такие уникальные свойства у этого чая. И плюс как бонус, если кому интересно, он очень хорошо помогает с похмелью. Случительно в холодном виде. Завтра нам звоните, пожалуйста. Обязательно. Вы только приедете. Если вы купите и заварите утром как раз. Так, ну, к нему у нас будет завершающее варенье из шелковицы, знаете, да? Тутов, Микютина, по-разному называют. Очень полезное для зрения, для сердца, для иммунитета ягод. Так, ну, пока будем пробовать завершающий чай варенье. Вкратце о ценах и о том, что у нас еще есть в продаже. Все, что мы с вами пробуем, и чай, и варенье по 300 рублей. В случае чая цена за 100-граммовую пачку. В случае варенья цены за такие вот банки. Есть варенье, которое мы с вами не дегустировали. Это варенье из лимона, имбиря и мандарина. Огромное количество витамина С, содержится очень полезное для иммунитета. Стоит также 300 рублей. Ну и на этом стенде это в основном классические чаи без добавок. Снизу ручные сборки, сверху механизированы. Итак, потихонечку допиваем чай. Добавляем варенье. Стаканчик и ложки пур. Ну, все, что понравилось, подходите, приобретайте. И всем спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо большое. Нет, если нет зелёного, я, кстати, назову жёлтого чая. Вообще, первый раз. Не знаю, почему это делается. Зелёный чай. Это не атом, что есть? Нет. Жёлтый чай. Воследие между чёрным и зелёным чаем. Сейчас приготовление как у зелёного, только термическая обработка не такая резкая. Поэтому он прокурит ферментарь. Нет, вот здесь чёрный, он безобработка не такая резкая. Казик, ты попробовал? Да. Всё попробовал? Да, очень всё понравилось. Всё понравилось? Выделить ничего не хочешь? Кизил мне понравился. Кизил понравился. Зелёный чай. Варенье кизила, варенье кизила, варенье к зелёному, лимонграду. Зелёный чай.